Друзья, всем доброго дня! Мы начинаем наш новый проект, это город Сочи, Краснодарский край, а также продолжаем разбирать тему утепления при помощи экструдированного пенополистирола Пеноплекс. Ищем интересные вопросы темы, предлагаем готовые решения с применением именно этого утеплителя. Попутно советуюсь в обязательном порядке с технологами компании-производителем. Итак, Сочи довольно солнечный городок, но все-таки и здесь порой утепление нужно. Почему для утепления балкона стоит выбрать именно экструдированный пенополистирол Пеноплекс? Я вышел в интернет с таким вопросом. Из ролика в ролик, посвященных утеплению при помощи этого материала, я все плюсы Пеноплекса повторяю. Кто-то, возможно, смотрит впервые, поэтому это достаточно важно. Самый главный показатель для утеплителя любого, это коэффициент теплопроводимости. У экструдированного пенополистирола он самый низкий, соответственно, как утеплитель, так вы понимаете, он работает лучше всех других. Помимо этого, у ЭППС очень низкий коэффициент влагопоглощения, практически ноль, то есть на открытом балконе это важно. Материал паронепроницаемый, легкий, как вы видите, плотный, то есть на продавливание. Также замечу, что для меня, как для отделочек, очень важно, что этот материал прост в монтаже. В сегодняшнем ролике вы в очередной раз в этом убедитесь, делать все быстро и просто. Материал также универсален, в чем заключена универсальность. Он популярный, распространенный, купить можно в любом магазине практически. Упаковки компактные, загрузить можно в легковой автомобиле, привезти на объект. Но самое важное, по этому материалу подходит практически любой тип отделки. То есть я сегодня для наглядности покажу два способа утепления пола на балконе, тем интереснее. То есть первый способ, это мы когда пенополистирол экструдированный, крепим напрямую на основание пола. Второй вариант, это когда мы его укладываем под деревянный каркас. И там, и там я проговорю свои нюансы, соответственно, я расскажу, какие тип отделки впоследствии потом по этому полу на балконе можно делать. То есть будет, я считаю, интересно. И напоследок, наверное, насчет универсальности. То есть мы сегодня все-таки делаем наружные работы. Материал, напопенная ППС, подходит как и для наружных работ, так и с оговорками для утепления внутри квартиры. Два варианта, как минимум, уже показывали. Ищите на канале. То есть утепление ванной комнаты, соответственно, утепление откосов окон и дверей. Вроде самое время переходить на балкон, но мне удобнее показать здесь. Все-таки пространства внутри квартиры больше. Я покажу, как пеноплекс резать. Это совершенно просто. То есть я буду сейчас нарезать по ширине нашего балкона с небольшим запасом. По краям все-таки технические зазоры нужны. И также покажу, как подготовить его поверхность для дальнейшей поклепки. Также, наверное, стоит обратить внимание на толщину пеноплекса. То есть стандартный пеноплекс, обычно 50, самый распространенный. Есть и другие размеры. На балкон и на пол мы подбираем, исходя из высоты, получается, наши коробки. Не надо, чтобы у нас пол слишком сильно поднимался. На это смотрим. Поэтому у меня пеноплекс 30 миллиметров. Но он также имеет систему, получается, шип-паз, что делает монтаж еще прочего. 20-го, например. Это мы показывали в видео про откосы шипа-паза. Нет, это не совсем удобно. В принципе, при этом монтаж все равно проходит достаточно легко. Смотрите, режется все обычным строительным ножом. Взяли хорошее лезвие. С этой стороны я отрежу паз. Чтобы у нас там не было пустоты под лезком. И тоже прорезался легко. Теперь отмечаем, получается, расстояние замены самотехнических зазоров. Первый способ я буду показывать, то есть поклейку напрямую. Соответственно, беру размер от стены до стены. Можно отметку поставить карандашом. Можно, получается, ножом. Тут как удобнее. Маркер. Вот, в принципе, пойдет. Не важно. Берем обычные провелы. Берем длинный уровень. И трогаем хотя бы, чтобы хватило на длину. Прикладываем по отметкам. И достаточно глубоко прорезать. Вот, карандаш, в принципе, не надо. Прорезать. Здесь просто ломаем. Все, на этом лист вырезан. Ну, обратную сторону. В обязательном порядке. Проходим жесткой персчеткой. Чтобы ввелить отглежу при поклейке. Наконец выглянуло солнышко. Все-таки Сочи. На погоде порадуемся потом. Сейчас вернемся к нашим делам. Соответственно, если мы начали говорить о поклейке, стоит сразу обговорить выбор клея. Это важно. А также подготовка поверхностей пола. Смотрите. В прошлых видео мы клеили исключительно на клей на цементных вяжек. Это сухая смесь, которая принадлежащена исключительно для пены полистирола. То есть, клей для пена полистирола. Проговорите это обязательно в голове, перед тем, как поедете в магазин. Никакой не плиточный клей, хотя по внешнему виду похож. Никакие другие клея для этого материала не подходят. Их вам я использовать не рекомендую. Второй вариант. Мы его тоже там частично задействовали на стыках. Это получается специальный клей пена. То есть, баллон для профессионального пистолета. Клеить на него быстро, удобно. И в нашем случае, когда мы будем показывать несколько вариантов, он достаточно, этот способ применим. Плюс у нас ровное основание пола. Соответственно, выравнивать нам особо ничего не надо. Мы спокойно будем клеить именно на клей пену. Но если бы основание пола было, так скажем так, неровное, все-таки, скорее, подошел бы лучше клеен на цементных вяжущих. Но если уж начали говорить об основании, оно должно быть, естественно, стабильное, монолитное, несыпучее. То есть, вся грязь, всякие там инородные частицы с пола надо удалять. И обязательно в порядке грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. И уже после того, как грунтовка застыла, мы переходим к поклейке нашего утеплителя. Повернули поверхность листа, нужно на поверхность и наносим клей пену. Тут есть несколько вариантов нанесения клей пены. Сейчас мы приспособимся к выбросу из пистолета. То есть, можно вот такими вот полосочками. Это назовем экономичный вариант. То есть, через 30-35 сантиметров мы делаем вот такую вот полосочку. И наносим клей пену. Ну, я считаю, что это не совсем правильно. Мне кажется, клей пена должна быть по всему периметру. В обязательном порядке. В обязательном порядке. И где-то вот так вот в промежутках, не знаю, вот можно какие-нибудь вот так вот нанести для склейки середины. То есть, наносите пену, как вам удобно. Ну, учитывайте, что надо как бы найти золотую середину между экономичным расходом, получается, и качественным. Теперь лист переворачиваем. Тут ничего сложного, получается, аккуратненько заводим его, чтобы он не пачкал наши стены и опускаем его. То есть, опустили, сделали по периметру, чтобы был зазор где-то сантиметр. И получается, уже к поверхности его прижимаем. Можно накидеть. Вот такими движениями пристучать. В принципе, вы легко почувствуете, когда пенополистирол с экструдированной держите уже на полах. Как я говорил, выравнивает, тут никакого смысла нету, пол относительно ровный. Сейчас я просто распределю его, чтобы снутроножка был лежал аккуратно. Лист приклеен, на это ушло у нас где-то всего минуту с разговорами. Единственный мой совет всегда оставлять вот эти вот зазоры в периметру. И обязательно в порядке их также пропенивать клей-пеной. Потому что мало ли останется какая-то щелка. Там у нас будет теплопотери небольшая. И также пар. Если это актуально, сможет уходить в этот зазор. А нам этого не надо. Про систему шип-пасс я уже говорил. Это очень удобно при монтаже утеплителя. Единственный такой вот стык, да и любой стык утеплителя, это потенциальное получается слабое место, где можно, например, пар или немного тихоньку просачиваться. Есть варианты, получается, с пароизоляцией таких стыков, то есть при жительном порядке. Редко, конечно, кто это делает. В нашем случае в этом нет никакой необходимости. Но вот клей-пену на это место я всегда наношу, чтобы стык максимально хорошо строится. Даже когда использую смесь. Пропенил. Наношу клей-пену на второй лист. Единственное, тут не надо путать их сторонами. И приклеил. Клапан, если не планируете работать в ближайшие моменты, лучше закрутить и пистолет убрать. Аккуратно лист выводим, разворачиваем, не путаем замки. Заводим. И потихоньку опускаем. Упустили и спокойно так же. Прижимаем к поверхности, прихлопываем, стык склеиваем. Аккуратно. Так, чтобы у нас, как и первый, отлично сделан у нас ополох. И не переберялся. И не забываем про периметр. Простой лимонтаж. Вы все видели своими руками. Все действительно элементарно. Любой из вас может повторить такое утепление. Пол на балконе своими руками. Единственное, кто смотрит наши ролики внимательно и более-менее знаком с технологией, спросит, где же тарельчатые дюбели. То есть, помимо клея, будь то цементный вяжущий клей, будь то клей пена, страхование механическим способом, тарельчатыми дюбелями, производитель рекомендует. И это действительно нужно. Напоминаю, что мы все-таки делаем образец. В конце дня я эти листы сниму и завтра уже буду показывать второй вариант. Если бы это был основной вариант, я бы тогда тарельчатый дюбель делил в обязательном порядке. То есть, этот дюбель, тарельчатый десятка, есть еще в наборе получается клин. Причем, желательно, чтобы он был пластиковый. Если клин металлический, как вы понимаете, это определенный мостик холода. Не во всех ситуациях это актуально. Просто, если вы берете металлический дюбель, чтобы подстраховаться, пусть у вас навершия всегда будут покрыты пластиком. Такие варианты есть. Смотрите внимательнее. Чем плохо пластиковый, вот такой вот полностью в сборе дюбель, вот этот вот клин может при забивании, скажем так, переламываться и до конца не заходить. Это не всегда удобно. А так, получается лист. Дима, пожалуйста, второе окно, там где-то сбоку. Покажи, как это делается, если вдруг кто-то действительно первый раз знакомится с материалом экстранированного пенополистирола. То есть, на один лист где-то получается пять дюбелей идут по краям, один посередине. Никогда на стыке, я там, чтобы сэкономить дюбели, не делаю. Всегда стараемся все-таки исполнять это на совесть. Теперь следующий момент. Какая отделка, ну вот мы утеплили, что можно делать дальше? Если мы утепляем ЭППС и пенополеплекс прямо вот напрямую, на стяжку, либо на бетонное основание. Есть два варианта в этом случае. Первый, это стяжка, то есть цементно-песчаная. Она должна быть не меньше 50 миллиметров. Это не очень подходит для балкона. Плюс весь элемент утепления, естественно, за счет стяжки теряется. Я говорю об этом варианте, если вы вдруг утепляете в каком-то другом месте и делаете стяжку. Если стяжка армированная, то есть кидаете металлическую сетку, то сетку ни в коем случае через пеноплекс к основанию пола прикручивать не надо. То есть стяжка должна быть плавающая, назовем ее так в кавычках, независимая от пеноплекса. Ставится, получается, специальные подставки, на них кладется, получается, сетка. И все у вас тогда получается. И заливается, или делается полусухая стяжка. То есть с этим разобрались, как бы утепление теряется. Но что делать, если как бы вы можете сделать только так, то есть напрямки, как можно впоследствии как бы оставить пол теплым. Я в этом случае рекомендую настилать прям вот на такое ровное основание с приклеенным пеноплексом. Допустим, либо влагостойкие ДСП, то есть есть такая замковая система КВИК ДЕК, очень удобная. То есть все склеивается, на канале не раз показывали, и получается достаточно теплый пол в итоге. Но если балкон открыт, как у нас, это не очень тоже, я считаю, правильно. В этом случае я бы рекомендовал настелить, получается, влагостойкий ГВЛ. В идеале, пусть это будут склеены два листа ГВЛ, система Суперпол, она есть у КНАУФа, у Пишеланского завода, тоже нашего партнера, ГИПСова, есть такая система. То есть сверху кладутся листы ГВЛ, а потом по ГВЛ можно вкладывать плитку, хотя это тоже не тепло, можно, например, постелить квартвиниловый ламинат, который влаги тоже не боится. И вот такой вот пол будет, ну, максимально получается утеплен. Наверное, что-то еще с таким полом подделки придумать можно в комментариях, можете оставлять свои варианты. Я же все-таки рекомендую становиться на тех примерах, которые я сейчас привел. Первый способ я не считаю оптимальным. Обычно все же мы останавливаемся на варианте, когда у нас деревянный пул, то есть идут лаги и периметр, и уже сверху настилается какое-то покрытие, а посередине вкладывается пеноплект. Давайте немножко кратенько и об этом способе поговорим. Просто надо немного вперед переместиться на один день. Ребят, теперь немного о том, как держит клей пена, если вдруг кто сомневается в этом новом материале. То есть прошло где-то 10 минут, я проболтал, и вот первый лист еле честно отодрал. Теперь мне предстоит отдирать второй. И я уже понял, поэтому и камеру включил, что это будет проблема. Проблемы? Да, у вас будут проблемы. 10 минут от первого листа может 22-го. Вау! Ёлки! По-моему, я запустил ошибку. Второй день не такой солнечный, но работать зато приятнее. деревянный каркас. На канале есть очень подробное видео, как его делать. Я сейчас расскажу просто вкратце, а в описании под видео оставлю ссылку видео с устройством деревянного пола, кому этот способ зайдет. То есть, каркас крепится по периметру у брус, у нас 30 на 40, я все-таки предпочитаю 40 на 50, но, как я говорил, мы подстраиваемся под высоту входной бруты. То есть, закрепили периметр и кидаем уже, получается, поперечные перемычки. Я рекомендую через 40 сантиметров. Вроде удобнее под пеноплек сделать по ширине листа, но я все-таки привержен именно 40, тогда каркас получается максимально жестким. После утепления уже по каркасу можно зашивать как ДСП, ГВЛ, ЦСП, все что угодно. Тут зависит от ваших пожеланий, но в любом случае именно второй способ, я считаю, получается максимально теплый пол, и я его рекомендую для вашего использования. То есть, мы закрепили каркас и готовы вкладывать утеплитель. Этот способ даже по монтажу чуть легче. То есть, подробно показываю на примере одной ячейки. У нас есть ячейка, и, соответственно, нам уже можно наносить клей-пену прямо сюда, здесь, потому что у нас видны контуры. Использую тот же самый способ. Периметр. и получается заполняем середину. Где-то ширина нанесения пены диаметра где-то 2-3 сантиметра больше не надо, потому что мы максимально близко стараемся к полу. В общем-то, пеноплекс приклеить. Сделали насечки и вырезали лист соответственно с техническими зазорами по краю, как и в прошлом случае. Мы его просто, по сути дела, вкладываем, прижимаем к полу, распределяем, получается, так, чтобы по краям были зазоры. ничего сложного. И спокойно эти зазоры теперь заполняем. Не боимся как бы что выдавить пену, пену после затвердевания на следующий день просто спокойно лишнюю отрезаем. Тут важно просто, чтобы у нас сам экструдированный пенополистирол не выпирал за плоскость. Еще раз прошли, чтобы прихватился. Брус специально подобран по ширине пенополистирола, как вы догадались. И отсюда, в общем-то, все получается максимально, ровно и идеально. Ну, а дальше все смотрим на ускорение. Никаких там отличий у нас не будет. после высыхания клей-пены подрезаем все выступающие части ее, не боимся, если вдруг чуть-чуть вторичное расширение будет. Значительно все подрезается в склянь с каркасом и можно обшивать любым листовым материалом, который может безболезненно взаимодействовать с агрессивной средой открытого балкона. То есть ЦСП, ГВЛ влагостойки, ДСП влагостойки, ГСП влагостойки. Практически любой вариант. Тут есть больше вариантов. А уже по этим черновым материалам можно укладывать плитку, хотя пол будет уже не такой теплый, или, как я говорил, кварцевый или кварцев-виниловый ламинат. Мне этот способ нравится больше, а все остальное на ваше смотрение. На этом выпуск по утеплению пола на балконе подходит к концу. Я уверен, что для некоторых зрителей я ответил на многие их вопросы перед тем, как они начинают ремонт своей квартиры или конкретно балкона. Можете выбрать как один способ, так и другой способ. В разных ситуациях, как вы понимаете, они применимы, могут друг друга подменять. И, соответственно, лишний раз подчеркивает универсальность и практичность экструдированного пеноплисирола пеноплекс. На этом видео подходит к концу. Вас ждут еще и другие выпуски по утеплению. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Всем до новых встреч. Пока. А где я? Пропал вай-фай. Нет у меня на камере. Нету. Вот я появился. Полистирол. Не надо тут допускать ошибку, не надо экспериментировать. Для этого материала ГВЛ влагостойкий, ДСП влагостойкий, ДСП, ЦСП, неважно. Можно жараться абсолютно любым материалом, а потом уже... ДСП, ЦСП, ЦСП, ОТСП. ... osterior. ДСП! Субтитры сделал DimaTorzok